Брещен – регион аграрный. От того, насколько слаженно и грамотно работают сельскохозяйственные предприятия области, зависит ее экономическое благополучие, а значит и благосостояние граждан. К сожалению, далеко не все руководители осознают всю полноту возложенной на них ответственности. А как иначе можно объяснить работу тех управленцев, деятельность которых идет не в плюс, а в минус возглавляемой ими организации? О том, как искоренить подобный подход, шел сегодня разговор на заседании коллегии Комитета государственного контроля и прокуратуры области. В рамках мероприятия были озвучены результаты проверок районных организаций по агрохимическому и материально-техническому обеспечению сельхозпредприятий. Практически на каждом проверенном объекте выявлены нарушения. Выявлены существенные нарушения как в хозяйствовании, так и при исполнении законодательства. Проверки подверглись вопросам соблюдения законодательства о государственных закупках, о борьбе с коррупцией, о выполнении требований директив президента, направленных на общественную безопасность, бережливое использование финансовых и материальных средств, на деберкуризацию аппарата. Совместные проверки областная прокуратура и Комитет государственного контроля Брещины проводят уже не в первый раз. Подобная форма работы уже давно зарекомендовала себя как многозадачная, максимально эффективная и результативная. Эти проверки очень эффективны, как показали еще ранее приведенные нами совместные коллеги в прошлом году по листному хозяйству. Потребка операции дает очень положительный эффект, так как охватываются субъекты хозяйствования во всех почти районах области. Что, скажем, в нашей миссии, в новом комитете, это невозможно. А совместные, и застряется больше вопросов, поднимается больше проблемных вопросов. На заседании была дана принципиальная оценка должностным лицам, по вине которых допущены нарушения законодательства. Вынесены предложения по принятию дополнительных мер, направленных на предупреждение нарушений, недопущение неэффективного использования бюджетных средств и государственного имущества, минимизацию коррупционных рисков при осуществлении госзакупок, а также обеспечению трудовой и исполнительской дисциплины.